Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжаю играть в Дон Старф, Царство Гигантов. Итак, ну, давайте сейчас... О, кстати, да, я забыл про какую-то вещь, хотел скрафтить спальник, чтобы потом знать его рецепт, пока буду бегать по пустыне летом. И я еще хотел немножко построить себе побольше сундучков, сейчас я, в принципе, этим и буду заниматься. Так, у меня не топора, мне нужен для этого именно топор. Вот как раз есть два кусочка золота, отлично, их и возьмем. Так, делаем обычный топор, блин, правда у меня довольно-таки забит инвентарь, ну да ладно, сейчас подумаем, что выбросить такого ненужного. Давайте пока факел выложим, особо мне сейчас не нужен молоток, возможно, пригодится, ну, мало ли, может я куда-то уйду. Так, кстати, давайте починим глазонтик. Все, вроде бы все. А, и вот это как раз освободим себе место. Но, правда, у меня теперь не будет швейного набора, что очень плохо, потому что летом довольно печально будет, если его не будет. Такая-то автология немножко. Ну ладно, давайте потихонечку будем рубить деревья, блин, не будем, потому что начинается ночь. Не очень хорошо, так что давайте это срубим и пойдем на базу. Так, быстрее, быстрее. Я уже думал, меня сожрет Чарли, ну или хотя бы половину моей задницы откусит. Так, ну и давайте как-нибудь рядом положим эти ледяные амулеты, чтобы их мониторить. Так, механизму не понадобится, как никак я играю за робота, механизму не часто будут нужны. Насчет деревянной брони, я не уверен, что мне нужно ее сейчас крафтить, но чтобы рецепт знать, наверное, давайте. Потому что из этой деревянной брони еще некоторые вещи делаются, так что надо бы, надо бы сделать, чтобы было. Так, и также давайте прямо сейчас, наверное, наделаем немножечко, так, да, наделаем себе немножечко досок. Так, ну давайте штучек шесть и сделаем как раз два сундучка. Отлично. Есть. Так, ну и можно делать сундуки. Давайте поставим один здесь и один где-нибудь внизу. Так, ну и давайте раскладывать все по своим местам. Здесь у нас задница свиней. Место им тут, я так считаю, давайте какой-нибудь вот в этот положим. Так, заполним его весь, чтобы знать, что здесь свиные задницы хранятся. Так, ну ладно, пускай пока здесь лежит. Ну и давайте продолжим. Ой, там пчелка могла на нас сагриться, но нет. Давайте продолжим вырубать дерево. Здесь, конечно, немножко опасно вырубать дерево, потому что могут прийти энды. Ну хотя, знаете, на самом-то деле их очень легко убивать, так что для меня проблемы не составят. Давайте просто нарубим дерево. Так, а вот и энд. Отлично. Ну ладно. Ух ты, даже два. Ну что ж, давайте пофармим немножко их. Почему бы и нет. Так, пойдем. Кстати, здесь вот можно выкопать дерево. Это даже неплохо. Очень хорошо. Кстати, пора бы перекусить. Я смотрю, у нас тут с сытостью некоторые проблемы есть. Давайте перекусим. Так, пчелки. Аккуратнее. Кстати, нужно будет где-нибудь в другом месте потом. Лол, они до сих пор ахрятся. Я недостаточно далеко отбежал. Ай, я недостаточно далеко отбежал. Ну давайте еще немножко отойдем. Так. Куда-нибудь сюда. Кстати, здесь тоже можно нарубить деревья. Так. Отлично. Дерево есть. И теперь разворачиваемся и идем назад. Так. Так, сейчас они на меня не агрятся. Нет, не агрятся. Ну, значит, будем рубить их потихонечку. Тут выпадают мясо и перья. Ну, как раз от того, что всякие шишки вылезают из-под энта и начинают бить невинных существ. Ну и ладно, ну и хорошо. Так. Выкапываем все это добро. И теперь давайте соберем. Хотя у меня места вроде бы нет для этого всего. Ну вот, вроде бы для обычного дерева еще хватает. Так. Души мне, конечно, нужны. Но сейчас пока что у меня нет места для них в инвентаре. Давайте все это отнесем. Застакаем. А потом заберем все, что осталось. Так. Живые бревна. Да, живые бревна у меня в этом сундуке. Поэтому у меня души. Так, дерево пока что еще. Это сюда скинем. Ну, вроде бы все. Да, вроде бы все, что мне нужно было. Так. Ну и продолжим фарм дерева. Хотя, наверное, не здесь это все будем делать. Давайте пройдемся куда-нибудь дальше. Не знаю, давайте обычных деревьев пофармим. Потому что я не очень хочу сражаться с такими энтами. То есть они только тратят время, потому что мне приходится отбегать, чтобы они потом не агрились. А вот с такими энтами будет довольно просто. Их можно уже сразу начинать бить. Что очень хорошо. У них есть своя атака, своя скорость и тому подобное. Так что это даже отличный противник. Так, у нас сейчас дождя нет. Можно снять глазонтик. Давайте оденем вот эту вещь. Чтобы не тратить его прочность. Так. Ну и давайте все большие деревья, конечно же, само собой. Все большие деревья должны быть срублены. Так вот только, блин, проблемно то, что у меня шишки не собираются. Потому что места в инвентаре нет. Ну да ладно. Блин, я забыл отнести топливого ужаса. Я-то думаю, что оно так... Что эти деревья... Ну точнее, что места в инвентаре нет. Вроде было и для шишек, и для всего. И шишки я еще не выложил. От лиственного дерева из инвентаря. Ну да ладно. Так. Ладно, побежали пока на базу. Сейчас отнесем все это. Так, души у нас вот здесь. Давайте одну душу куда-нибудь... Выжим сюда, чтобы видеть, что здесь именно души есть. Селитра. Да, пускай будет здесь. Ладно. Кремень. Вот здесь у нас что? Давайте какой-нибудь отдельный сделаем сундук для паутины. Потому что паутина это дело такое. Вот, хорошо. Вот это подойдет. Сбросить. Кстати, сейчас, наверное, пойдем пофармим немножко пауков. Потому что паутинка мне пригодится в дальнейшем. Кстати, а что там у нас по траве? О, отлично выросло. Хорошо. Давайте соберем. Вроде как соврал. Так, что у нас там? Что там? А, да. Были яйца в глобе. В честере. Они до сих пор там. Ну ладно. Хорошо. Пускай будут. Так, мясо. Мясо. Мясо мясо. Мясо мясное битое еще есть. Но она уже плохое становится. Так, что надеяться на нее не стоит. Так, а что же нам теперь еще нужно? Вроде бы ничего. Ладно, давайте продолжим высаживать вот эти лиственные деревья вдоль нашего биома. Я вообще не знаю, зачем я это делаю. Обычно, ну, просто привычка уже высаживать вдоль биома эти деревья. Ну, не знаю, вроде красиво. А вроде и нет. Но я просто это делаю уже. Как-то так. Ладно, сюда. Надеюсь, что я с этой своей привычкой никого не заразил, так сказать. Ладно. Окей, здесь вроде высадили. Кстати, что здесь за гриб? Синий. Нет. Если бы был красный, может быть, я бы еще выкопал. Хотя, не думаю, что это было бы полезно выкопать грибы. Потому что грибы это как бы ресурс, благодаря которому мы можем восстанавливать рассудок. Это раз. Во-вторых, мы можем благодаря им готовить какие-нибудь мясные шарики и там подобные вещи. О, мясо заварилось. Отлично. Сейчас будем сюда. Блин, да ладно. Еще места нет. Что ж такое? Давайте это сюда. Чтобы еще выложить. Блин, тут еще березовые каштаны эти остались. Надо бы их как-нибудь перенести. Так. Система. Оптическая система активирована. Так. Не. Ладно, чуть позже повешу. Сейчас пускай в инвентаре полежит. Давайте перекусим. Как раз потихонечку благодаря медовым рулетикам будем восстанавливать себе здоровье. Потому что они довольно-таки неплохо восстанавливать. Не помню, конечно, сколько, но, по-моему, больше 20, если не ошибаюсь. А там хз. Так. Что мы еще можем сделать? Ну, ребят, наверное, последние дни весны мы будем просто находиться на базе. Ничего нам другого, по сути, не нужно. Да, именно так. Так, а у меня 6 бифала еще вроде бы нет. Нет. А, да, кстати, я хотел из пухового пера сделать Моргенштерн. Но для... Ну, не Моргенштерн, а... Как же ее... Как же ее называют? Ветродуй. О, это не ее, а его оружие. Так, еще можно сделать вот так. Нет, давайте выложим пока что мясо. Но все равно место занимает. Шишки тоже пока что. И мясную биту. Ладно, забуду про нее. У меня пока есть шип щупальца. Пока что не буду новые делать. И сейчас нужно наделать себе еще немножко досок для сундуков. Так, раз, два, три. Давайте еще два сундучка поставим. Хорошо. Так. Все, вроде бы поставил. Так, здесь у нас ничего. Здесь у нас веточки, да? Ну, давайте что ли бросим одну веточку, чтобы видеть, что здесь ветки. Здесь ничего. Здесь задницы свинные. Ну, давайте одну свинную задницу положим. Но, правда, задницы свинные это такое. То есть, их может сожрать какая-нибудь свинка или что-нибудь подобное. Ну, то есть, паучок сюда каким-то образом может доползти. Хотя вряд ли. Так, что-то как-то неровно выкладываю. Давайте вот сюда как-то сбросим. Более-менее. Ну, давайте рискнем, что ли, собрать мед. Отлично. И рискнул, и у меня получилось. Без нанесенного мне урона. Это даже очень хорошо. Будем делать еще одни медовые рулеты. Почему бы и нет. Так, и сейчас вывесим. Все это добро вялеца. И давайте продолжим, что ли, рубить деревья. Продолжение следует... Фух, ну, вроде как рубка прошла более-менее успешно. Но, правда, у меня как бы не осталось места в инвентаре. Некоторое дерево я не подобрал. Ну, да ладно. Так, давайте это дерево мы сейчас сбросим все сюда. И пойдем все-таки еще добудем. То есть, соберем все дерево, которое не собрали. Здесь осталось всего лишь ничего. Почти ничего, так сказать. Соберем также живое бревно. Почему бы и нет. И дорубим еще те деревья одиночные, которые остались большие. Это не займет много времени. Так что проматывать это я не особо хочу. В принципе, в предыдущий момент пришлось немножко промотать, потому что просто не находилось, что сказать. И поэтому как-то так получилось. Ну, да ладно. Так, сейчас вырубаем. Кстати, вот здесь тоже опасно как бы. Энта тоже вылезает. В принципе, два больших дерева рядом. Я так понял, ну, на самом-то деле я никогда не замечал до этого. Я так понял, если энт вылезает из большого дерева, то его рубить тоже дольше, и при этом из него выпадает душа. Ну, то есть, топливо ужаса. А если дерево очень маленькое, то из него выпадает одна шишка и одно живое бревно. То есть, всего лишь. Так что это нужно тоже учитывать, как бы. И если вы хотите выформить много душ, то лучше рубить деревья рядом с вот такими большими, чтобы из них как раз выпадали эти топливо ужаса. Ну, или это топливо ужаса. Не знаю, как правильно. Да ладно. Так, ну и последнее деревце, что ли. Давайте сделаем это. Главное оставить 1% топора. Хотя бы. Потому что этот 1% топора мы потом сделаем, превратим в кирка топор. Так, и что-то слишком далеко я от базы отошел. Так, побежали, побежали, побежали. Е, успел. Успел прибежать к базе. Так, давайте все это выкладывать теперь. Да, эта серия немножко будет более-менее посвящена фарму. Как-то так. Ну да ладно. Так, топорик мы один выбрасываем сюда. Сколько в этом процентов? В этом 2%. В этом 3%. Окей, буду знать. Буду знать. Так, еще так же у меня кирка осталась. Возможно, кирку стоит еще тоже потратить немножко. Так, семечки мы выбрасываем сюда. Нужно ли что-то приготовить? И, кстати, вот березовые каштаны тоже нужно продолжить высаживать вокруг этого биома. Чтобы было красиво. Ну, на утро я это сделаю. То есть, буду пока этим заниматься, готовиться к лету. А летом уже просто пойдем фармить пустыню. Так, ну, что давайте, кстати, да, еще сварим немножечко этих медовых рулетов. И, кстати, мне нужно 4 каштана. То есть, жареных, ну, как, мне нужно вообще не обязательно каштана, а любого овоща, чтобы, ну, как раз столько же, сколько и меда. Чтобы не тратить так сильно мед. Таким образом у нас будут получаться медовые рулеты. Хотя я мог и лед использовать вполне. Но что-то не особо-то захотел. Так, ладно, давайте возьмем шишки теперь из инвентаря. Ну, свежие, не жареные. Так, и один медовый рулетик. Остальное потом соберем. Так, и сейчас пойдем высаживать потихонечку в биоме. Или, правда, здесь всякие грибы мешают мне потихонечку. Так. Сажим вот здесь. Ну, и идем вот так вот вниз. Вниз, вниз. Блин, вот здесь вот гриб этот зеленый. Да, зеленый. Не хочу я его выкапывать. Ой, как не хочу. Не люблю выкапывать зеленые грибы. Синий еще ладно, красный еще ладно. Но вот зеленый ни за что. Они, как известно, очень хороший ресурс рассудка. То есть, довольно неплохо-таки пополняют рассудок. Поэтому их очень жалко выкапывать. Так, ну и вот здесь одного места, так понимаю, не хватает. Хотя, ну, наверное, даже и к лучшему, что здесь гриб, потому что здесь бы получилось не особо симметрично. Ну да ладно. Так, и идем дальше вниз. Так, осталось 7 грибочков, хотел сказать. Осталось 7 шишек. Давайте их высадим. Так, кстати, здесь еще есть не выкопанный пенек. Давайте его выкопаем, конечно же. И продолжим посадить. Все, вроде бы все. Сделал, что хотел. Все шишки потрачены. И это значит, что потом у меня будет возможность как бы возобновить запас этих деревьев, этих шишек. Как-то так. Ладно, что ж. Что ж. Сколько у нас там еще? Еще два дня в распоряжении есть. Это значит, что я могу что-нибудь свое придумать. Так, давайте, наверное, за эти два дня дойдем до... Смогу ли я дойти сюда за два дня? Потому что мне как бы нужно посадить этот приманкоцвет возле пчел, чтобы когда пчелы вылетят, приманкоцветы начали их сжирать, и потом я мог без проблем разрушить эти осиные ули, точнее осиные, а не пчелиные. Пчелиные, то ладно, пчелиные я пока трогать не буду. Ну, за два дня, думаю, я управлюсь и добегу, куда мне нужно. Так что давайте отправимся. Конечно, у меня слишком много вещей виной даре. Я всего лишь два слота могу заполнить. Ну да ладно, в принципе, от мисистой луковицы я избавлюсь. Возможно, я избавлюсь от щупальца. Так, возможно, придется драться. Ну и все, блин, дерево. Слишком много я с собой взял, точнее больше стака. Это не очень хорошо. Ну ладно. Кстати, можно кирку также потратить. Вот здесь два камешка есть. Давайте посмотрим, какие это камешки. Если это камешки с селитр... А, хотя любые камни, на самом-то деле. И те, и те срубим. Так, отлично. Можно идти так, напрямую. Не, по тропинке, конечно, было бы эффективнее. Ну да ладно. Так, что у нас? Два одинаковых? Да. Главное, чтобы было два одинаковых камешка. Потому что если выпадет и золото, и селитр, то есть это два разных слота займет... Оба! А я забыл, у меня места для кремния нет. Ну да ладно. Да ладно, ничего страшного. А потом приду, заберу. Это не такая уж и большая проблема. Ладно, все, идем дальше. А тут вот еще два камня. Посмотрим, что с ними можно будет сделать. И все равно кирку придется один процент оставить. Значит... Значит, слот все-таки не освободится. Да. Я запамятовал этот момент. Так, нет. Отлично, собрали. Кремень оставить. Зеленый гриб, да, зеленый гриб. Аааа! Кирка сломалась. Блин, ну ладно. Может это и к лучшему даже. Слот освободился и хорошо. Так, ладно, идем дальше. Ничего страшного. Ночью как бы им обходиться? У меня фонаря ручного нет. Да и не привык я с ним бегать. Значит, придется разжечь костер. Ну, ладно. Что ж, разожжем. Нет, конечно, если дождь прикрепить... О, мандрагура. Здравствуй. Класс. Класс. Кстати, давайте здесь еще побегаем. Возможно, я найду еще одну мандрагуру. Мандрагура это здорово. Что-то... А, нет, вон еще одна есть. Это хорошо. Это очень даже хорошо. Нет, можно, конечно, прямо здесь скрафтить рюкзак. Выложить. Чтобы, то есть, на карте отметилось. И я знал, что здесь есть мандрагура. Конечно, я могу еще... Ой, блин, здесь рюкзак лежит. Я мог бы его сюда положить. Ну да ладно. Так, а в этом рюкзаке у нас что? В этом рюкзаке у нас ничего. Правильно. Во. Так, окей. Погнали дальше. Собирать дробу. Потихонечку. Главное не переборщить и не собрать больше стака. Так, я подобрал соломенную шляпу, заполнив один слот. Ну ладно. Ладно, это, в принципе, не столь важно. Сейчас, в принципе, на... Так, давайте где-нибудь здесь по центру посадим, чтобы сюда можно было, к этому приманка цвету, подвести пчелиные пчел, так сказать. Не, все-все-все-все-все, ребятки-ребятки, я ухожу с вами, я потом разберусь сейчас. Отстаньте от меня. Да, но они, конечно же, будут гнаться за мной на самой базы. Ну да. Ну ладно, что ж, погнали на базу. Фух, ну вроде по пути назад не было никаких проблем. Этот момент, конечно же, я вырезал, потому что, сами понимаете, бежать и придумывать, выдавливать из себя какие-то мысли не очень удобно. И поэтому я решил это все убрать. Так, и давайте разложим все ресурсы, которые собрали. Кстати, я по дороге назад собрал немножко кремня, который мы не собрали при фарме этого. При фарме камней. Так что, решил их принести. Так, камень сюда, камня у меня уже достаточно много на самом-то деле. Так, и что еще можно было? Так, дерево, дерево, дерево сюда. Кстати, можно, можно все-таки попытаться сейчас крафтить эти. Так, сундуки его. Так, раз сундук. Два сундук. Три сундук. И все, и 15 дерева у меня осталось, да? Ладно, давайте три сундука сделаем. Так, один сюда. Один сюда. Все, хорошо. Так, ну, а не, еще один, еще один. Тьфу ты. Что же я сказал, три и поставил два. Так, давайте поставим три. Вот, кстати, у меня есть немножко, немножечко, как камыша, что можно его положить в этот сундук. Так, и, кстати, меня вроде бы спрашивали, почему я раскладываю по одной единице ресурса, каждого ресурса по сундуке. Ну, не знаю, просто привычка, знаете, на самом-то деле я раньше просто раскладывал по несколько ресурсов. То есть, например, вот так вот дерево, а внизу доски тоже по одному. Чтобы, если, например, вкладывать в сундук какой-то ресурс, чтобы он сразу стакался в ближайший слот с деревом, а не ложился куда-нибудь сюда. Ну, в общем, это сложная система, ребят, я не могу вам объяснить свои мысли, которые у меня в башке. Но, в принципе, я просто могу сказать, что это я заложник своей же привычки, которая когда-то появилась. Вот и все, вот и все, что я могу насчет этого сказать. Так, что, свободных сундуков еще достаточно? Ну, вроде бы да. Ну, это хорошо, это всегда хорошо. Так, сколько у нас там... Блин, надо перекусить, точно. Сколько у нас там длится лет? Лето у нас длится вроде бы либо, ну, короче, 19 дней, по-моему, да? В общем, я скрафчу себе 20 спальников, на всякий случай 20 очков, и буду как раз бегать по пустыне с этими спальниками и уживать таким образом. То есть, все это, конечно, будет немножко скучно, поэтому я понимаю, что там скучность никто не хочет смотреть, но просто летом, иначе я, ну, как бы, первое лето, иначе я не умею выживать. То есть, последующие лета будут уже просто, то есть, я буду бегать на базе, призывать дождь при помощи какой-нибудь флейты или посоха телелокации, это все довольно-таки просто. Но вот первое лето, это сложный процесс, и поэтому придется над ним попотеть немножко. Так, 18 мне нужно веревок, отлично, можно делать теперь спальники. Так, здесь и рюкзачки. Жалко, что спальников не видно на карте. Ну, хотя нет, не жалко. Насколько там на 4 травы нужно, на 1 рюкзак. Да, все-таки, ну, все-таки хорошо. Я имею в виду то, что если, например, на карте вы увидели какой-нибудь нужный ресурс, он не отображается на карте, то всегда можно скинуть рядом рюкзак, чтобы потом увидеть, ну, как я это сделал насчет мандрагоры. То есть, и то же самое я подумал насчет того, что можно было бы выкинуть спальник, но потом подумал, что он по ресурсам слишком затратен. Так, ну и давайте, наверное, сюда придем, пофармим сейчас немножечко этой травы, потому что я вдруг потратил слишком много травы. Ну, вот, по дороге еще потихонечку находим, так что это довольно-таки неплохо. Так, где она? Вот, все. Пошла трава, ну и поехали собирать. Пошла трава, ну и поехали. Фух, ну, вроде бы как пофармили траву, ровно стак выформил. Так, и мне нужно посмотреть, есть ли у меня клыки, и клыков у меня нет. На самом деле я думал выформить клыки только для того, чтобы скрафтить себе швейный набор, но, похоже, не судьба. Надеюсь, что до лета к нам еще все-таки заглянут собачки, и таким образом мы сможем скрафтить вот этот набор для шитя. Кстати, для него еще паутина нужна. Лол, что? Ну, тогда нужно скорее фармить пауков. Что же, что же еще делать? Так, ну для этого мы, конечно же, блин, не сможем. У меня нет мяса обычного. Я думал взять обычное мясо и сделать себе мясную биту. Но не могу. А это уже... Это уже все. Отжило свое. Так, ну давайте еще... Еще один скользкий шип возьмем. И на 55-й день, как раз на последний, пойдем пофармить немножко паучков. Как я уже сказал, этот эпизод, наверное, все-таки будет более таким связанным с фармом. Кстати, да, я еще хотел скрафтить себе... Где тут сачок? Ага. Блин, не то сделал. Ладно. Давайте. Нет, я, конечно, то сделал, но, правда, я забыл, что я тут еще не доделал нужное количество спальников себе. Мне нужно их 20 штук, само собой. Блин, да, и опять у меня нет травы, и опять придется ее фармить. Ладно, что, в принципе, летом потом сможем спокойно ее выфармить на этой, но в пустыне. Так, уходим на свет и продолжаем ловить светлячков. Так, и еще два осталось, да? Все, возвращаемся назад. Не-не-не, Чарли, сори, но ты меня не схватишь. Так, где-то у меня был сундук, по-моему, с светлячками. Да, вот здесь, отлично. Так, светлячков мы скинем сюда. Ну и давайте пойдем пофармим себе немножко паучков. Как раз пофармив их, мы получим мясо монстров и сможем себе немножко потом пофармить обычного мяса из свинок. Так, ну погнали, наверное, туда в левую сторону, потому что там также еще есть и трава, которую можно срезать. И набрать себе более-менее... Так, может быть, в эту сторону... А, нет, пойду на обратном пути захвачу вот эту траву. Глубже. Начал задумываться пофарме этой травки. Так, отлично. Тут есть паучки, с которыми мне нужно сражаться. Ай. Да, подумал потанковать и в итоге потанковал. Так, кстати, насчет мяса не уверен, у меня для него места не будет. Блин. Так, нет, сори. Так, мясо... Мясо вместо чего положим? Давайте шляпу пока выложим. Потом, если что, пофармим ее. Так. А вот мясо будем сразу собирать. Ну, чтобы, конечно же, свиньи его не съели. Так, о, давайте сейчас спушим этот... Как он? Кокон, вот. Вспомнил слово. Спушим кокон и как раз нафармим себе некоторое количество паутины. Пускай кокон пока лежит здесь. У меня пока для него нет места в инвентаре. Если что, приду сюда и высажу его вновь. Так, и теперь идем туда дальше. Маленький кокон. Да что такое? Почему? Почему здесь маленькие коконы? Уже должны были вырасти, сколько я уже здесь не был. Так, ты... Попугай не ест у нас мясо монстра. Ну да ладно. Так, здесь есть головы мермах. Их можно, в принципе, сразу пушить, ну, ломать. Потому что они дают только рыбу, которая не особо так прям нужна. Ну да ладно. Пока не буду. Так, навоз еще тоже очень полезный ресурс. Давайте за мной, ребятки. Ай. Блин. Слишком рано назад подошел. Ну да. Ну ладно. В принципе, бронька есть. Так что бояться нечего. Так, давайте, ребятки, за мной. Так, все, хорошо. И последняя волна. Давай. Давай. Ай. Да. Что-то слишком сильно жадничаю. Получается танковать. Ну я вообще особо не любитель танковать. В дом старого я более-менее так люблю. Типа делать такие манипуляции, как подошел, ударил, отбежал. Ну, то есть, например, с боссами. Ну, так как здесь мелкие существа, иногда можно и потанковать. Так как у них урон не особо-то большой. А вот, например, с боссами лучше вот так не рисковать. Лучше не наносить слишком много урона. Так, ну и давайте высадим теперь заново. Кстати, можно еще пофармить паучка. Да. Так. Отлично. Ну, конечно же, паутинки мне не выпало. Но да ладно. Железы тоже хорошо. Желез можно будет скрафтить себе этот мазь. Которая мне довольно-таки неплохо может помочь. Ну, конечно, я всегда буду теперь пользоваться медовыми рулетами. После лета скрафчу как раз... Ну, не скрафчу, а здесь этот... Сделаю себе ферму меда. Ну, и, конечно же, просто высаживайте ульи. И буду потихонечку мед собирать. И будет у меня меда в достатке. О, кстати, я могу еще захватить свою шапку. Ну и погнали на базу, что ли? Да, да, точно, я забыл. Я еще хотел собрать травы немножко. Да, конечно, с травой у меня дефицит. Ну, ладно, ничего. Опять же, как я уже и сказал, то мы будем формить траву как раз в пустыне из перекатиполей. Так что как-то так. Ух ты, я могу что-то сделать? Вау. Давайте посмотрим, что это. Нет. Возможно. Но нет. Не хочу я это делать. Так. Что-то я хотел из паутины сделать. Тогда не помните. Не помните. А, швейный набор. Фу ты. Ну, до швейного набора еще далековато. Да, ну давайте выложим всю паутину, которую нафармили. Так. Пока что сюда. Также, кстати, вот давайте где-нибудь здесь сундук для желез сделаем. Так. Отлично. Как-нибудь вот так вот. Ну и 55-й день, ребята. Я начал в 50-й. Так что пора, наверное, уже заканчивать. Возможно, этот эпизод получился короткий из-за того, что я много всего вырежу. Я уже знал, что, какие моменты. Возможно, он получится слишком длинным. Я без понятия. Ну, посмотрим. Ну, все равно на этом все. Всем спасибо за просмотр. Также подписывайтесь на Twitch-канал, на YouTube-канал. И там, и там, каждый день идут стримы по Don't Starvo и по другим разным играм. Если вам интересно, то обязательно заходите. Также у меня есть группа в Steam и группа ВКонтакте. Там всегда есть анонсы этих самых стримов. Так что заходите. Если у вас есть прямые вопросы ко мне, то я на них с радостью отвечу. А, на этом все, ребят. А, да, и, кстати, еще хотел сказать. Я буду теперь выкладывать видосики, как только, например, предыдущий эпизод будет набирать, к примеру, допустим, тысячу просмотров и больше 50 лайков. И в таком случае будет выходить следующий эпизод. Ребят, я на вас надеюсь. И давайте сделаем это. И до новых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok